Закуска градус крадет. Народная мудрость. Ну, казалось бы, праздничный, тем более новогодний стол. Какие могут быть дискуссии? Оказывается, русские люди, вообще люди в России чаще всего спорят именно за накрытым столом. У нас сегодня нет накрытого стола, мы все-таки программа «Правда», общественно-политическая, дискуссионная. Принеси у меня с собой. Давайте после. Ну, представим, что он есть. Подключаем фантазию. Как вы считаете, есть что-то, что может оброчить Новый год, в частности? Да. Что? Вот я точно знаю, что якобы обсуждается проект о запрещении самогонного варенья с 1 января 2018 года. И как это лично вас касается? Вот именно это меня лично-то и касается. Просто потому, что тот продукт, который я уже несколько лет производил, я его даже самогоном не называю, это крафтовый алкоголь. Это аквазит мировой. Весь московский шоу-бизнес стоит в очереди за то, чтобы я его угосил. Я, конечно, не продаю. Спасибо Бог. Он вас декларирует об одном уровне роста цен. А народ ощущает, есть такое понятие, ощущение инфляции. И Набиулина об этом неоднократно говорила, что ощущение и фактический рост, они очень сильно разнятся. Как вы считаете, почему? Ну, мне кажется, что какой-то рост все равно есть, конечно. Наверное, более значительный, чем нам об этом действительно сообщает правительство. Нина, вы как думаете? Почему такая разница в ощущениях у людей и по факту то, что нам говорит власть? Я могу рассказать про факт. Мы провели исследование на основании данных Росстата. И что обнаружили? Оказывается, перед Новым годом, в декабре, далеко не на все продукты происходит рост цен. Если говорить о составляющих оливье, то да, на ряд продуктов, которые входят в оливье, это яйца, майонез. Рост наблюдается, но он несущественен. То есть он точно, наверное, не столь глобален, чтобы население, наши граждане могли отказаться от приготовления оливье. Но у нас есть статистика, давайте выведем. Вот, смотрите, сколько придется отдать в магазине за ингредиенты салата оливье. Вареная колбаса для салата, это в расчете, по-моему, на 4 порции, на 4 человека. 107 рублей, соленые огурцы 76, зеленый горошек 57, майонез 32 рубля, картофель 10, морковь 5, лук 2 рубля, яйца 20 рублей. Вот честно вам скажу, да, я хожу в магазин каждый день, как и думаю, подавляющее большинство россиян в стране. Яйца 20 рублей, это где такие? Скажите. Нет таких цифр. Знаете, все-таки хотелось бы сказать одну вещь, что на самом деле, конечно, они во многом лукавые. Лукавые почему? Потому что вот это восприятие инфляции, когда нам объявляют официальные цифры, там 1%, 2%, 2,5%, оно воспринимается разными людьми разного достатка по-разному. И на самом деле, те, кто покупают дешевые продукты, для них вот эти там 1,5-2%, это будут очень уже ощутимые результаты. А если, конечно, мерить инфляцию среднюю и по морковке, и по автомобилям Мерседес, то вроде бы как бы и неплохо получается, и с экономикой все хорошо. Ну и пытались, на самом деле, тоже перед этим Новым годом провести, ну вот знаете, сегодня такой модный термин, сослагательное наклонение в истории. Сколько стоил бы, например, тот самый салат Оливье, который и придумал, собственно, Люсьен Оливье в 1860-х годах. Как человек, выросший на советских традициях Оливье, я даже понятия не имею, о чем речь. Смотрите, в принципе, он назывался, вообще говоря, майонез из дичи. То есть салат Оливье, это уже такой апокриф, который спустя много лет название было ему присвоено. Салат столичный еще после этого. Нет, салат столичный, это уже 139-й год. Давайте по ингредиентам. Что там? Пройдемся. Птица, рябчик. Значит, было, естественно, овощи, то есть вполне возможно, там, картофель, огурцы, каперсы. Какие огурцы? Соленые или свежие? Это очень важно. Огурцы соленые изначально, значит, каперсы, была икра добавлялась, черная, павесная, естественно. И самое главное, майонез, который мы сегодня знаем, он был совершенно не тот. Тот майонез делался, вот сегодня мы делаем его с яйцом, ну, как вот такой вяжущий элемент, да, схватывающий все. А тогда присутствовал так называемый ланспик. Что это такое? Это застывший куриный, ну, или там, птичий бульон, ну, фактически холодец, да, порезанный, тонкий, прозрачный, да, порезанный на кубики и уже замешанный, вот, так сказать, в остальные ингредиенты майонеза. Вот это, собственно, и был тот самый майонез. Понимаете, чем он отличался немножко. Не пытайтесь это повторить, опасно для вашего кошелька. А вот 39-й год, и уже возникает советская кухня, и шеф-повар гостиницы «Москва», вот как раз только открытая тогда Григорий Ермилин, вот, внедряет новую советскую версию майонеза. Где рябчики заменены на курицу, где, да, раковые шейки еще были, забыла упомянуть. Раковые шейки заменены, видимо, на морковку. Цвет один. Да, цвет один. Вот, а каперсы на зеленый горошек. Отлично. Вот она, новая версия. Давайте от Оливье к более общим вопросам. Скажите, бутылки шампанского российского производства, по данным Росстата, 164 рубля. Вот вы скажите, шампанское за 164 рубля. Нет. Скажите этому напитку нехорошо, обращаясь к россиянам, объясните, почему нет. Когда мы говорим о нечто с алкоголем, с пузыриками, и в магазине это называется игрестым вином, или тем более шампанским за 164 рубля, то очевидно, что произведено это, и имеет происхождение соответствующее, где-то, ну, малозаконно, полузаконно, или где-то в таких условиях, скажем, где говорится, вряд ли технология, так сказать, соблюдена хоть какая-то. С точки зрения закона это законно, но с точки зрения того, чтобы, да, качество это никак, потому что вино должно, уж простите, что я влез про вино, да, вино должно производиться там, где растет виноград. Если вы переворачиваете бутылку и видите, что оно произведено в Москве, в Санкт-Петербурге, в Костроме, в Екатеринбурге, наверное, это не самое... А Московская Арбатская очень неплохое было, реально неплохое. Это вам, это просто вам кажется, потому что тогда, когда вы пили Арбатской, другого не было ничего, либо страшно... Я могу спутать, но можно посмотреть, насколько я знаю, человек... Позвольте перейти к такому деликатесному моменту новогоднего стола. Традиционно у нас на столах, не знаю, как у вас, у нас точно, стоит красная икра. Вот как ее выбрать, где ее закупать, в каком количестве, как ее приготовить? Ну пусть 50 грамм, почему нет, но она же должна быть оформлена. Это часть новогоднего праздника? Конечно. Вот смотрите, сразу скажу, что наш спрос, вот сегодняшний, да, так сказать, наш сограждан на Новый год, он, то, что называется научным языком, неэластичен. То есть всегда мы выберем вот то, что, так сказать, ели в детстве, да? То есть, да, действительно, будет оливье, будет бутерброд с красной, у кого-то с черной икрой, шампанское, ну, там, может быть, коньяк, да? То есть эти вещи, да, человек, даже если это дорого, даже если это, ну, может быть, на каждый день ему неподъемно, но уж на праздник-то он точно... А у кого-то осталось со дня рождения. Да, 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 а некоторые самые хитрые, да, прям припасут. Так вот, на самом деле, действительно икра. Что у нас из нее делали и делают? Ну, прежде всего, бутерброд, конечно же, да? Чуть более, так сказать, так, находчивые домохозяйки сделают какой-нибудь валаван с икрой, да? Блинчики с икрой. Ну, блинчики, это все-таки более такая, так сказать, масляничная традиция. Да, это сейчас соус красный, это очень хорошо. На Новый год. А вот, опять же, ну, поскольку, так сказать, я историк, попытаюсь вам рассказать немножко, так сказать, историческую, опять же, миниатюру. Ну, вот, мы знаем, что только у нас, только в нашей стране, вот специалисты по алкоголю скажут, что принято закусывать коньяк чем? Лимоном. Лимоном. Лимоном, совершенно верно. Это исключительно наша русская, советская традиция. Но, на самом деле... А я хотел ответить, чем угодно, что попалось. Да, но, на самом деле, не все помнят, с чего этого начиналось. А начиналось это, с так называемой закуски Николашка. Николашка, совершенно верно. О, как безусловно это. Хорошо, единственная проблема у него была, не был он поставщиком его императорского величества. Вот. И вот, мысль-то билась, и вот в один из дней узнал он, что Николай II прибывает куда-то, так сказать, для общения с избирателями. Вот. И вот договорился он с дворцовой кухней, что подадут ему бокал этого шустовского коньяка. Ну, а закусить-то надо, ну, не рябчиками же там, на скорую руку. Ну, лимончик отрезали, посыпали одну часть сахарной пудрой, а другую молотым кофе. Закусил император. Понравилось. С тех пор, так сказать, это стала закуска называться Николашка. Ну, коньяк он и так любил. Вот. Но, возвращаясь к икре, простоватая закуска все-таки. Ну, что там. Лимон, сахар, кофе. Все-таки настоящие гурманы клали на этот лимончик черную икру. И так закусывали. И это именно есть классический, простите за жаргон, закусь для шустовых коньяк. Эта закусь исключительно существует в нашем русском менталитете, ну, последующем уже, значит, в советском. Можно встрять. Потому что нигде в мире коньяк лимоном не закусывает. Если попалась вдруг на стол плохая икра, что такое плохая? Тухлая, конечно, есть нельзя, нужно выбрасывать спокойно. Слушайте, ну, константирую, что велик риск подделки, и там даже есть какой-то элемент, который вредит для здоровья. Со съедобной икрой, это то, что она пересоленная безумно. Вот мои друзья в Скандинавии научились этим себя вести. Пополам со сметаной. Вот красная икра, пополам со сметаной. Вкус остается, ослабляется соленость. И, кстати, можно с любой икрой делать. Очень вкусно получается. Реально. Грузди со сметаной. А грузди со сметаной. Это самое слово, которое было произнесено, это происхождение. Вина, материал ли это, продукт ли это, сырьевой ли это продукт, гастрономический ли это продукт. Очень важно для сегодняшнего современного человека воспринимать Новый год не только с точки зрения классики, а с точки зрения возможности для себя в эти недели, две, вам повезло, три, по-настоящему, по-серьезному взглянуть на продукты питания, на продуктовую матрицу, найти что-то для себя новое, использовать это как возможность для образования. Дайте конкретно. Потому что есть мировая тенденция сегодня, глобальнейшая, которая заключается в том, что есть наименование места происхождения у товара. Есть такая определенная продуктовая категория. Сейчас уже на слуху много историй с точки зрения башкирского гуся, алтайского меда, или татарского гуся, или бензинского кленового сиропа, или астраханского арбуза. То есть есть масса продуктов питания, целая категория, которая отличается тем, что известно, где она выросла, кто ее переработал. И при небольшом усилии можно найти технологию, связанную с тем, каким образом появился данный продукт. Так вот, основное пожелание людям с точки зрения этого конкретно Нового года – уделите чуть больше времени продукту по его сути, по его качеству, по происхождению. По пониманию, откуда он как сделан. Имеет ли отношение это к игристому вину, или вы хотите запечь гуся, или сделать что-то с точки зрения утки. Обратите внимание на то, на самом деле, большое, гигантское продуктовое разнообразие. То есть назовем подойти исследовательски. Конечно. Вы все время бегаете, мы все время, вернее, бегаем. Мы очень консервативны с точки зрения продуктовой корзины. У нас, как правило, нет времени для того, чтобы взять и что-то для себя изучить. Так вот, здесь возникает момент очень простой. Если вы сфокусировались на том или ином продукте, вы хотели для себя открыть жеребятину, например, предположим, изучить этот вопрос. В Якутии очень вкусно. Найдите тот продукт, которым вы хотите... Хорошо, человек сейчас сидит и говорит, я согласен, но я перебрал. Как плавно, без потери для здоровья, выйти из этого состояния, чтобы чувствовать себя энергично? Плавно? Слава Богу, есть 10 дней, и можно плавно. Можно первый день действительно выспаться, напиться. Кому что помогает? Кому помогает рассол, кому куриный бульон, кому просто плотно пообедать. Но, наверное, если вы перебрали в новогоднюю ночь, то 1 января, наверное, вам бегать уже не стоит. Но, начиная со 2 января, как раз погуляйте, подышите воздух. Когда открывают магазины? Бульон, красот. Вы знаете, рецепт очень простой. Поспать нужно два раза. Первого и десятого? Нет, когда вы первый раз проснулись, вот с этой головой, которая, я не знаю, переночевал весь ансамбль песни и пляски у меня Александрова, когда катается шар и ломает все там перегородки, нужно вот выпить, наверное, все-таки пиво. Кто не хочет пива, тот кефирчик, да? Пиво. И после этого заснуть еще раз. И все. А есть какие-то анти... Сейчас, секундочку. Антипохмельные блюда? Конечно. Ну, расскажешь. Вся русская кухня, она, так сказать, круглась вокруг. Вы что думаете, так сказать, только не сейчас мы начали изобретать? Пожалуйста, читаем нашего выдающегося историка Николая Костомарова. И он упоминает, что в средние века у нас было такое блюдо, которое имело очень символическое название суп-похмелка. Из чего она делалась? Из чего? Кстати говоря, и делалась очень по-новогоднему. Баранина, нога, которая, так сказать, была уже... Жирненький бульон. Не в холодильнике, а в погребе, да? А что баран в русской кухне был, в общем... А, как же, баран это самое употребительное мясо. Татар-мангул остался. Вот. Вот самый один. Покрошили баранину. Покрошили туда лучку. Соленые огурцы. Чуть-чуть рассола плеснули. Костомаров еще упоминает, что можно подлить уксуса. Ну, уксус он был просто другой. Пивной уксус в те времена. И вот это вот оздоравливающее, освежающее блюдо, оно просто возвращало к жизни людей. Ну, кстати говоря, и сегодня мы следуем рецептам наших предков, и у нас самое лучшее блюдо, много лет уже мы делаем, на 1 января, это солянку. Горячую солянку из осетрины с лимончиками, с каперсами. Из чего? Из осетрины. Ну, осетрины, голову осетрины возьмите, ну что же, головизны. Из осетрины, из осетрины. Да, это хорошо, это хорошо, это возвращает к жизни.